Привет, YouTube! Привет, комьюнити! Сегодня у нас ретест Zero Tolerance 560 Сталь Elmax, заточка На самом деле, ретест не планировался Сейчас я немножко расскажу, почему он происходит И вообще, то есть я прекрасно понимаю, что Если человек купил нож, если тем более это один нож или всего несколько У большого опыта в ножах нет, за 260 баксов Когда он видит, что он отрезает четыре раза Он, естественно, злится В том числе и на автора На тестера, да? И как бы может обвинять его во всех смертных грехах Это на самом деле мне не важно То есть я прекрасно понимаю, что всем абсолютно понравиться нельзя И мне это и не нужно Но ретест, поэтому ретест я не планировал проводить Вообще не планировал То есть как бы сведение 0.9, угол запредельный Так ведь, почему же я его провожу? Знаете, я его вчера точил И я могу сказать Но сейчас попробую-то показать Вот этот момент Это, наверное, единственный момент в ноже, который я не вывел Вот видно, наверное На заточку я потратил очень много времени на Вики Тэдж Не потому, что это сталь точится Сталь-то как раз точится легко То есть это меня немного напрягло Элмакс, это инструменталка Она должна точиться на уровне Д2 Довольно тяжело Но все-таки у Керши она мягкая Ну, как бы термо Керши Это разговор отдельный Дело не в этом даже Это, наверное, самая ужасная заточка заводская Которую я видел в жизни Мне об этом очень грустно Я очень жалею, что я не записал видео Показать вот это все Это была почти ночь Как бы там снимать было нереально Вернее, говорить на камеру Суть в том была, что подвод Вот, по сути, это была не плоскость Да, то есть это была вот такая вот рытвенная То есть это Я впервые в жизни вижу То есть я знаю, когда углы бывают разными Это одно дело, да Когда как бы есть где-то вот Небольшой такой уход гриндера Но здесь это была вот такая волна на подводе То есть это был просто кошмар То есть одну сторону я вывел довольно быстро Но на второй я работал очень долго Это первый момент Второй момент, который хочется сказать Опять же, по качеству сведения ножа И качеству заточки с завода С одной стороны угол 20 градусов А с другой 24,5 Я сделал в итоге 24 Подводы примерно идентичные По виду Там большой плюс викида Вот Но 44 градуса с таким перекосом угла В общем Сам нож мне очень нравится На самом деле Как бы будет обзор по нему Но вот То качество заводской заточки Знаете, этого нет даже на китайских ножах То есть Вот есть пушной зверек Вот как бы по-другому это не объяснить 260 долларов стоит нож Это такой ужас Я видел впервые Но нож сейчас заточен Нож режет Давайте посмотрим, сколько он отрежет Я не думаю, что он отрежет очень много Уйдет к сотне Но будем надеяться Хоть что, хоть как-то начнет работать Потому что То качество заводской заточки Оно не внушало вообще ничего Как я сейчас это понимаю Ну поехали Ну намного бодрее Сами видите Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Он идет Пушка Там, конечно, спорить не буду Но дико тяжело это делать Дикое давление на палец За счет вот этих насечек Но тем не менее Двадцатка Ну неспокойно Но он прошел Заводская заточка Это был, ну Просто ужас Я никогда в жизни не видел Такого говна Тем не менее Сорок четыре градуса Сведение Ноль девять Очень неплохо идет Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Раз Два Три Четыре Пять Шесть Шесть Семь Восемь Девять Десять Но я дальше уже пушка там не пойду Потому что очень тяжело Очень тяжело Руку просто разрывает Но тем не менее Он идет Сорок он сделал Я в принципе думаю Что мы Что может быть я и не прав Может мы где-то Кукла сотни покажем Но на таком сведении Очень приятно Пока едем Очень приятно Честно говоря Грустно конечно Грустно А то качество Заводской заточки Которая была Очень грустно Ну поехали Зина тихонько Реабилитируется Я могу сказать Что в принципе Сорокет На таком сведении Я могу сказать По опыту страйдеров По опыту Других ломов Ножей-то я переточил Немало уже Это уже неплохо Погнали дальше Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Девять Десять Фух Подустал чуть-чуть Сейчас Чайку глотну На самом деле Рез сейчас Мешает резу Не столько Геометрия Хотя она конечно тоже Но Вот эти насечки Это зло жуткое Не знаю Нафига они так сделаны Я о них еще поговорю В обзоре Фактически Эти насечки Это единственный Такой серьезный Минус ножа Причем Не сами насечки А как они сделаны Раз Два Три Четыре Пять Шесть Семь Восемь Восемь Девять Десять Раз Два Три Четыре Пять Мыло ловим уже Шесть Семь Восемь Девять Десять Наверное Бумажки проверю Потому что рука Уже просто Просто уже Абсолютно Никаком состоянии Можно конечно Продолжать Но Довольно тяжело Фух Тем не менее Восемьдесят Против четырех Я Фактически Это был брак Завода То есть я Никак по другому От не могу Расценить Да Но здесь Вот у нас И не работал Даже здесь Не проходит Подсела Сталька Вот здесь Он проходит Чуть-чуть А вот здесь Затыкается Ну да Сталька подсела Тем не менее Восемьдесят Против четырех Зина Отличный Резак Для его габаритов Я очень рад Что Zero Tolerance Такая в итоге Я в принципе Доволен Результатом Этого ножа И Я Ну я советую Грубо говоря Если вы покупаете Ребят Нож с рук В барахолках Там еще где-то С зиной Это довольно часто бывает Нож не дешевый Не все хотят играть В лотерею с таможней Внимательно Осматривайте подводы То есть вот реально На Апексе Заточить вот этот нож Было бы Ну Не невозможно Можно Но Блин Это ушло бы Я не знаю Что в 6-8 Чтобы вот Ширину подводов Сохранить Примерно Да Потому что углы Реально разные На Айки Где-то делается Без проблем Вот В этом Огромный плюс Этой системы Это одна из Одна из причин К чему я ее взял Спасибо за просмотр Бай-бай Пока Бай-бай Субтитры подогнал «Симон» Продолжение следует...